Напряженные выходные на одесских дорогах. За минувшую субботу и воскресенье в городе случилось сразу несколько аварий. Есть пострадавшие и погибшие. Что послужило толчком к резкому росту аварийности? Плохая погода или банальная невнимательность водителей и пешеходов смотрите в сводке происшествия от Сергея Бандура далее. Минувшие выходные на одесских дорогах выдались тяжелыми и кровавыми. Скользкая из-за дождя проезжая часть, ухудшение видимости, невнимательность водителей и пешеходов. Вот три ключевых фактора, из-за которых произошли аварии с погибшими и пострадавшими. В субботу днем на улице Академика Заболотного под грузовик МАЗ попала 66-летняя пенсионерка. Довести до больницы женщину успели, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Предварительно, со слов очевидцев, свидетелей пересекало проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Однако это будет установлено в ходе следственных мероприятий. Вечером того же дня аналогичное ЧП на пересечении Николаевской дороги и улицы Лиманной. Больший груз «Вольво» сбил переходившего проезжую часть пешехода. Мужчину госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Грузовым автомобилем был совершен наезд на мужчину-пешехода, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Однако возникает вопрос, на какой сигнал светофора. В результате наезда мужчина получил открытые переломы ног, был доставлен в больницу. Третье ДТП уже воскресное. На улице Краснова потерял управление на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу движения «Фольксваген» на евро-номерах. Произошло лобовое столкновение с легковушкой «Тойота Карина». Все пятеро ехавших в немецком седане в целостности и сохранности. А вот водителя «Тойоты» с места забрали на скорой в тяжелом состоянии. Его пожилому пассажиру даже медпомощь оказать не успели. Я подбежал сразу же, поверил пульс. На руке еще был, но уже посинение было. Посинение пальцев, губы синие уже были. На шее пульса уже не было. Парень, управлявший «Фольксвагеном», уверял Копов, что его подрезала маршрутка. И поэтому вынужден был выехать на встречку. Так ли это, сейчас выясняет следствие. На участке есть несколько камер видеонаблюдения. А вот факт, который известен достоверно. Водитель легковушки был под градусом. У него в крови обнаружили 1,16 промилле алкоголя. Если выяснится, что виновником смертельного ДТП является он, фактор опьянения станет отягчающим обстоятельством. Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал.